Подводная лодка У-234 Подводная лодка У-234 являлась одной из восьми судмарин в серии XB, построенных на судоверфи в Киле, на базе более ранней модели 1939 года. Она вступила в строй 29 декабря 1943 года. Подводное судно 90 метров длиной развивало скорость до 17 узлов, могло погружаться на глубину до 220 метров и несло на борту 60 человек экипажа. Кроме этого, судмарина могла дополнительно принимать на борт около 2000 тонн груза. На вооружении лодки имелось 15 торпед, одно 105-мм и одно 37-мм орудие и два зенитных орудия 30-мм калибра. Командовал судмариной капитан Иоганн Генрих Феллер. 25 марта 1945 года У-234 под командованием капитан-лейтенанта Феллера покинула порт приписки Киль в направлении норвежского города Кристиан-Санна. На ее борту находился груз секретных материалов, включая различную техническую документацию. Прототипы новейших электрических торпед. Два реактивных истребителя Ми-262 в разобранном виде. Управляемую ракету-самолет-снаряд Хенцер ХС-293. Также груз оксида урана в свинцовых ящиках с надписью У-235 общим весом около 560 кг. Кроме того, на борту У-234 находилось несколько важных пассажиров, включая генерала Ультфафа Ульриха Хесслера, который должен был возглавить части Люфтфафа, находящиеся в Токио. Ханса Шлыке, специалист по радарным технологиям и электронным помехам, позже рекрутированного в США во время операции «Скрепка». Августа Бринговальде, одного из ведущих специалистов по реактивным истребителям в Мессе Шмидт и других экспертов. Также на борту были два японских офицера – Хидео Томанага и Гэдзо Сэй, которые с 1943 года принимали опыт в Германии. На Балтике У-234 случайно сталкиваются с другой подводной лодкой, из-за чего задерживаются в Норвегии для ремонта. 16 апреля 1945 года У-234 отправилась из Норвегии в Японию, избегая любого контакта с противником. Две недели У-234 шла на перископной глубине. 10 мая 1945 года Феллер получает радиовещение о капитуляции Вермахта, а также приказ Денитса всем подводным лодкам прекратить военные операции и вернуться в свои порты, либо сдаться ближайшим военным кораблям союзников. Феллер, думая, что это какая-то уловка, связался с другой подводной лодкой, У-873, которая подтвердила приказ о капитуляции. 8 мая 1945 года, менее чем через месяц после выхода под лодки в море, гитлеровская Германия капитулировала. Таким образом, задание, полученное капитаном Феллером, теряло всякий смысл. Старшие офицеры, находившиеся на борту судмарины, собрали совет. Как быть дальше? Как поступить с подводной лодкой и секретным грузом? Что делать экипажу и пассажирам? Прозвучало предложение затопить судно, а людям спасаться на подручных средствах. Однако капитан решил поступить иначе. Своей волей он распорядился взять курс на канадский порт Галифакс и там сдаться союзникам. Это решение вызвало протесты части команды и пассажиров. Двое японцев, не желая сдаваться врагу, покончили жизнь самоубийством. Торжественно похоронив их останки в море, немцы решили заодно избавиться от военных секретов. За борт были выброшены коробки с технической документацией и микрофильмами. 15 мая 1945 года судмарина У-234 сдалась британскому эскортному миноносцу Сутон. Под конвоем англичан лодка пришла у порт Смут, где к тому времени уже стояли на причале сдавшиеся ранее германские судмарины У-805, У-873 и У-1228. Экипаж и пассажиры У-234 оказались в лагере для военнопленных, где подвергались многократным допросам британских и американских разведчиков, которых крайне интересовала тайная миссия подводной лодки. Сама судмарина была тщательно обыскана, но к разочарованию союзников оказалось, что большая часть секретного груза отсутствует. Куда исчезли 560 килограмм урана? Какие еще тайны хранила подлодная лодка У-234? С уверенностью можно сказать, что это были очень важные технологические секреты, которые могли оказать влияние на ход продолжающейся войны на Тихом океане. Шла речь о создании немцами и японцами атомной бомбы. Если нет, то для чего немцам понадобилось отправлять в Японию такое огромное количество урана? Сегодня в исторической науке господствует мнение, что в 1945 году немцы были еще далеко от создания ядерного оружия. Однако, первые послевоенные месяцы, идя по горячим следам событий, разведка союзников почему-то считала иначе. Но это и еще множество тайн подводной лодки У-234 предстоит нам выяснить во второй части этого видео. В заключении хотелось бы подметить, что большая часть секретных пассажиров подводной лодки У-234 в дальнейшем сделала успешную карьеру в американской военной промышленности. Доктор Хайн Шлике посвятил свою жизнь созданию новых акустических приборов для обнаружения подводных лодок. Франц Руф много и плодотворно работал в области ракетной авиации. Ну а что касается судмарины У-234, с которой началась вся эта история, то 20 октября 1947 года она была потоплена двумя торпедами, выпущенными британским эсминцем. На этом все друзья, вы были на канале Золотой Пятак. Если понравилась история, пиши в комментариях и мы сделаем вторую часть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok